Сегодня в администрации города состоялось заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором был разработан и утвержден план по санитарной охране города от завоза и распространения карантинных инфекций. Кроме того, поводом для обсуждения стала ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и пневмонией среди лабытнанцев. Городская больница готова к работе в период подъема заболеваемости в эпицезон. Другие подробности в сюжете Альмира Новоселовой. Эпицезон по заболеваниям гриппа и ОРВИ на территории города уже начался, но показатели находятся ниже порогового значения. Острыми респираторными вирусными инфекциями переболели в течение этого года уже более 5800 лабытнанцев. А вот от гриппа прививочная кампания идет полным ходом. 3245 детей уже получили свои дозы вакцин. В планах привить еще почти 2000. Пик заболеваемости в этом году ожидается с конца ноября до конца декабря. То есть пиковое значение заболеваемости именно циркуляция гриппа ожидается в эти месяцы месяца. То есть благодаря тому, что мы привьем в полном объеме, планируется более 40% иммунизировать население нашего муниципалитета. То есть мы войдем, если выполним данные цифры, и население откликнется более благоприятно на вакцинацию против гриппа, в этом году вакцинация идет спокойно. Осложнение на сегодняшний день у нас за последние три года не зарегистрировано на введение данного иммунологического препарата. После перенесенных вирусных заболеваний гриппа или простуды высокий риск заражения внебольничной пневмонией, которая особенно легко распространяется в детских коллективах. По итогам 2017 года показатель заболеваемости внебольничными пневмониями по городу Лоботнаде уменьшился на 26%. Показатель заболеваемости ОРВИ остался на уровне 2017 года. Показатель заболеваемости гриппом увеличился на 81%. У нас было зарегистрировано 36 случаев, в том числе 19 среди детей до 14 лет. Высокоинфекционного заболевания полиамилита на территории города не фиксируется с 2001 года. Оно опасно тем, что поражает нервную систему. За считанные часы может привести к общему параличу. Основная мера профилактики – вакцина. Охват в 2018 году детей города Семилистинец – 95%. К сожалению, все же остаются родители, подвергающие своих детей этой болезни. Осуществлен мониторинг отказов родителей от вакцинации против полиамилита. Всего 66 родителей-отказников, в том числе 13 родителей-отказников, выявленных в текущем 2019 году. Из числа новорожденных и вновь прибавших из других территорий детей. Вакцинация – лучшая мера профилактики. Это возможность обезопасить себя и не распространять заболевания среди окружающих. Альмира Новоселова и Евгений Садыков. Программа «Время местное».